Хочется сказать, что изначально вообще никто не рассчитывал на ответ, потому что я уже писал Тиману в директ, и он мне не отвечал, и я думал, что в итоге, ну, никто не ответит мне. Дело в том, что мне реально есть причины предлагать Тиману спродюсировать трек, и это все началось достаточно давно. И в итоге мы встретились. Вот он, да, наглый битмэк? Это я, это я. Ну, привет. Ну, здравствуйте. Лучше, наверное, плотно ничего не подписать. Контракт обязательный. Не знаю вообще, но это, это, это мясо, их же завалишь. Вообще есть. Вы когда-нибудь видели, как Моргенштерну отказывают в коллабе? Все это время я скрывал кое-что, но об этом потом. Недавно совместно с Алишером Моргенштерном я предложил спродюсировать трек Тимати на определенных условиях. Тимур, я предлагаю тебе сделку с дьяволом. Я хочу спродюсировать тебе трек, но есть несколько условий. И в этом всем самое главное то, что у меня есть идея, как продвинуть трек. Мы даем гарантию, что твой трек послушают очень много человек, но каким способом мы этого добьемся, тайна. Вскоре Тимати ответил и выдвинул свои условия. Я с удовольствием принимаю все твои условия, не буду вносить никаких корректировок и поправок. Но в свою очередь у меня тоже есть условия. Я вас двух сниму в клипе на эту песню так, как я хочу. Я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу. Мне хочется сказать, что в свою очередь нам не понравились его условия, но мы решили не отступать и довести дело до конца. Тимур Ильдарович, мы посовещались и решили принять ваши условия. Я напишу инструментальную часть, Алишер сделает текст. Ну а мы, в свою очередь, примем участие в вашем клипе по вашему сценарию, не внося в него никаких правил. И у меня есть причины предлагать Тимуру подобное. Я расскажу об условиях позже, но я думаю, что вы не будете разочарованы. И хочется сказать, что изначально вообще никто не рассчитывал на ответ, потому что я уже писал Тиману в директ, и он мне не отвечал. И я думал, что в итоге, ну, никто не ответит мне. Наш диалог проходил через ютуб-ролики, поэтому, прежде всего, нам было интересно за этим наблюдать. И в итоге мы встретились. Я так волнуюсь. Что же делать-то? Президент приехал. Я не знаю, что делать. Очень страшно. Мандраж потел. Извиняться готов? Куда будем извиняться? Надо перекрестись, пожалуйста. Так, ну что, ну, с Богом. Смотри, смотри. Что-то он в жизни другой какой-то. Вить будет. Как в футболочке? Огонь. Огонь. Это тот самый Тимати из 2005. Уже? Нет, конь, но огонь. Ну ладно, что, мы как это? Вот он, да? Наглый битмэк. Это я. Это, это я. Ну, привет. Ну, здравствуйте, Тимур Ильдарович. Это было достаточно забавно встретить мистера Блэкстара вживую, потому что кто бы что ни говорил, но мне кажется, что этот чувак был по-настоящему первым рэпером в России. Видели, как он одевается? Вы видели ролики MTV, там, где он показывает свои тачки? Тимати купил себе новую машину. Эта новость не тянула бы на Ньюсблок, если бы тачка не была пятой в коллекции общей стоимостью в 2 миллиона евро. Сегодня я вытащил практически все свои машины, и вы посмотрите первыми на гараж Тимати. Это максимально рэперская тема, такая голливудская. Дизнал не канает. Если у хип-хоп-звезды с собой нету хотя бы 30 тысяч, это не настоящий рэпер. И не у каждого есть фит со Snoop Dogg'ом. Ну что, Тимур Ильдарович, в общем, нет. Вообще нет. Такие непростые времена. Так. Хотим сделать вам трех. Главный хип-карьеры, напоминаю. Главный хип-карьеры. 100%. Я уже в предвкушении. Правда, я не знаю, честно, чего ожидать от вас двух. Потому что от вас двух можно ожидать, чего не будет. В общем, так. С нашей стороны, с нас громчайший хит, я так сказал. Громчайший хит. Все его слушают, из всех утюгов играет. Ну, как обычно. Чтобы я сразу понял. Помимо инструментального продакшена, за который отвечают слова, есть еще словесные... То есть вы полностью слова делаете? Полностью продюсируем трек. И я ни одного слова не делаю. Вообще. Ну, как обычно. То есть я... Кстати, у меня практически нет треков, которые не я написал. Ну, то есть почти нет. Может быть, за всю карьеру 3-4. Интересно. 15 лет. Славе сейчас 15 лет. Вообще, и так. Что у нас получается? Значит, с вас музыка, с вас стиль. И мы снимаемся в клипе. Ну, вы не забыли, да, что мы снимаемся в клипе? С меня клип. Я его снимаю так, как я хочу. Все сцены, которые я хочу. То есть вы будете играть все роли, которые я хочу. Я туда помещу столько рекламы, сколько я захочу. Можно? А мы как бы с рекламой что-то поможем? Можно даже вот так вот. Подпишемся? Лучше, наверное, подмечать не подписать. А тракт обязательно? Да, 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 да. Потому что я не знаю, как любое себя, в принципе, поведете вообще по жизни. На это еще надо посмотреть. Опа. Мы только-только вот первый раз увиделись. Ладно, хорошо. Я же вам взбуду. Недавно. Красавец. Ну, я старался, слушай. Розвезда, правильно? Что на тебе надежда? Сколько это стоит? Что это? Слушай, это первые кожаные штаны, которые я купил в мире. Десять лет назад. Первые штаны кожаные в мире. Не первые, первые мои кожаные штаны. Футболочка. Обычная черная футболка. Сколько ставишь? Тут типа долларов 50. Это, вот это, кстати, хорошая штука. Первая, первая черная футболка. Есть такой в Лос-Анджелесе Джерри Лорензо. Он раньше работал с коньей, стилистом. Потом он открыл свой бренд, который называется Fear of God. Сейчас, ныне. А потом он сделал коллаб и мерч к туру Джей-Зи, к крайнему. Вот это... Что по бабкам? Это типа... Ну, не знаю, сколько она стоит. Ну, долларов 300. О, откуда это деньги? Заработал. Часы? Сколько стоят? Эти. Да их уже не выпускают. А, первые часы в мире, я правильно понимаю? Не, не. Купил лет 10 назад. Сколько стоит ваш матруб? Да, да, да. Дымоход. Дымоход. Я очень при этом позакрою. Ты знал? Смотря на то, что у Тимати совсем недорогая одежда в сравнении с Мергенштерном, у Тимати есть огромное количество активов. Вы когда-нибудь задумывались, почему Тимати такой богатый? Может быть, потому что у него есть Blackstar Vir? Или, может быть, Blackstar Burger? Я думаю, что он заранее думал о будущем и поэтому инвестировал в бизнес. Но в 2020 году можно инвестировать, например, в криптовалюту. Звучит слишком сложно? Не на сей раз. Помню, как пару лет назад я пытался заработать на криптовалюте, но мне это все казалось слишком сложно. Но теперь появилось приложение, которое позволит использовать крипту в повседневной жизни. И это супер легко и просто. Представляю вам Savile. Здесь легко можно приобрести криптовалюту. Покупка, обмен и оплата всех известных цифровых активов на одной платформе. Приватность и конфиденциальность всех сделок. Возможность покупки валюты с банковской карты. Можно читать новости рынка в приложении, что позволит ориентироваться в рынке крипты даже новичку. Еще в Savile есть фишка для ленивых. Репост. Они позволяют зарабатывать, просто делясь объявлениями о сделках других пользователей. Добро пожаловать в будущее! Начни пользоваться криптовалютой с приложением Savile. Тем более, что тот же биткоин снова пошел в рост, и его курс уже больше 850 тысяч рублей. Ссылка на приложение будет в описании. Да, я думаю, Тимати на этом состоянии сделал. Хорошо, у вас рубка с маленьким окошком. Это всегда бонус. Да, мы, кстати, писемся, и там школьники за набором стоят и слушают наши новые хиты. Да, они все треки будут сливать. Сегодняшний тоже, я надеюсь. Это нарисовал самый гениальный художник России СНГ по совместительству с самый гениальный продюсер Рэдди Прэйгер тоже. А что, размер-то поболее бы взял? Минимали бы, да. Красивая рамочка была. Ну, а третий нужно добить. Холсток нет. Вот сейчас трек может сделаем, деньги заработаем. Вот, вот, Игорь, вот здесь я, а вот здесь наш президент, конечно же. Путин. А вот вопрос перед тем, как мы начнем. Да, да. А о чем трек-то будет? Ну, как, о чем сейчас надо читать? Ну, понятно. О том, что ты... Деньги там. Да, самый классный вот этот пи***тый оху... Всех, получается, первую везде, да. Ну, смотри, в общем, все то, что я делал 15 лет назад. Да, да, да. Гуд, гучи филипп, суслайк. А че, сача, бича, мосакс. Я, в принципе, готов обратно нырнуть. А ты че, схватил-то весь? А я так... Охранника увидел просто. Он больше Азиза. Полтора раза. Мы начали набрасывать бит, я сделал драм-партию. И после этого мы начали думать, какой у нас будет главный инструмент. Бузова моя. Бузова, да. Привет. Трека не будет. Ну-ка, дай врову текст поднакидать, текст поднакидать. Да, я Тимати. Я богатый, да. Ты, деньги, много, да. Да, штаны кожаные, первые в мире. Я закончил музыкальную школу по классу скрипки. Можешь скрипку поставить? Вы смеетесь? Я реально говорю. Я закончил... То есть ты скрипачивал? Шесть лет, да, отдал, в общем-то, скрипичному ремеслу. А собой нет? С собой нет, скрипки нет. Я как закончил школу, взял в руки скейтборд, скрипки больше не возвращался. Деньги, цепи. Вот немножко женской филийной части. Да, я скажу. Я думал, вы двое полные раздолбают. Вы таки... Мы гений, я гений. Ну, это круто. И это быстро. Всего два дня, ребята. Изерев, ставьте лайки. И мы решили взять скрипку. После этого ребята начали накидывать текст. И где-то через какое-то время текст уже был готов. О, мой бог, черт возьми масло. Хорошая работа. Олег. Ты спросишь, что мой идол? Затыгал. Сироп где-то литр. Давно устал от этих игр. Могу быть джоктерменом. Могу быть словно дикаря. Как Илья Лагутенко в этой песне утекает. Я не знаю вообще, но это мясо. Я не знаю, ну ты же завалишь. Вообще есть. Вот самый главный акцент на этом сделать. Путин бог на этом акцент. Самое главное. Особенно в бэках. Прямо так. Путин бог. Ладно, с огнем играешь. Я парень горячий. Все мы так говорим, пока не сели. Пердони. Все получается? Я не знаю, что это. Ты поздравляю, новый звук. Вы такого никогда не слышали. Вы такого, Тим Тим, никогда не слышали, господа. Вы об... Все. Вы когда-нибудь видели, как Моргенштерну отказывают в коллабе? Я записываю этот ролик в полпятого. Я думаю, на злобу дня можно вкинуть этот фрагмент. Неловкая деталь. Мы свое дело сделали на все 100%. Обещали хит сделать. Я бы, кстати, может даже залетел. В принципе. Но это... Давай этот трек оставим сольным. Он просто прекрасен, как есть. А мы с тобой подумаем еще, что сделать. Да сольный как сольный. Без проблем. Базару ноль. Я думаю, что в недалеком будущем у них какой-то трек может появиться. Например, про Москву. Тимур Ильдарович, не бейте. Извините. Поздравляю с главным хитом карьеры. Поздравляю. С хитом? Вот хулиган. Рады были работать. Спасибо. Реально круто и я кайфанул. Быстро. Ждите в чарник. Быстро, быстро, быстро. Первое место везде. Ребята работают быстро. Ну что, давайте тогда допиливайте трек. Я погнал, но буду с нетерпением ждать от вас результата. Спасибо. Я думаю, дай москва так не все один уже. В общем, ребята, дело в том, что мне реально есть причины предлагать Тиману спродюсировать трек. И это все началось достаточно давно. Прикол заключается в том, что этот самый мой большой прикол за всю мою жизнь. И я держу в напряжении сейчас людей из-за этого. Я сделал нечто ужасное или прекрасное. Возможно, это самый большой мой перформанс за всю мою жизнь. Я не смогу рассказать об этом, пока не выйдет трек. Сейчас снимается клип. Пока это все не выйдет, я не смогу выпустить ролик, в котором я все объясняю. Но это такая давняя история. И все это началось так давно. И я очень рад, что я это реализовал. И очень странно, что я говорю загадками. Я не могу просто сейчас сказать. Надо подождать, когда выйдет трек и клип. И я все расскажу. И вы сможете от меня отписаться. Пап, пока-папа. Пока-пока. Дааааа, даааа. Супер трек, конечно. Сейчас, подожди. Сейчас он закроется почти. Пойдет. все это началось намного раньше где-то около года назад когда я еще жил в питере в мурино в общем есть чё рассказать покупайте мерч ссылка в описании а